В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Экологи сегодня провели очередные заборы морской воды на 13-й станции Большого Фонтана. Ученым в этом помогли сотрудники спасательно-водолазной службы. Специалисты говорят, что недавнее позеленение моря вызвало природная аномалия. При этом другие показатели чистоты были нарушены. В этом году, в июне, так рано начало цвести море. Это, конечно, аномально. Это связано и с тем, что июнь, начало июня у нас было аномально жарким. У нас прошли сильные ливни. И вот эти водоросли, к сожалению, и прошли ливни. В море попала масса органики. И вот эти водоросли выросли. У нас такие ситуации бывают. И обычно бывают в августе. Но в этом году у нас они начались, но в июне. Сами же отдыхающие говорят, что сейчас море вполне пригодно для купания. Никаких тревог у туристов не вызывает. У меня есть спрей от всех бактерий. Вчера, правда, водоросли, как в болоте, там, где Баба Яга живет. А сегодня отлично. Вчера я не нашла никаких сообщений о том, что с морем что-то не так. Хотя мы искали в интернете, все ли хорошо, можно ли купаться. Ничего не нашли, и пошли на море. Все в порядке пока что. Надеемся, все будет хорошо. Вчера появилась строка в телевизоре, что уже экологически чистая, уже можно купаться. Появилась строка. Не знаю, какая станция, но видел. До этого купался. Купался, ничего, нормально. Но я с утра пораньше. Все собранные материалы специалисты отправили на исследование специальный лабораторный центр в Одессе. Здесь в течение четырех дней заборы изучат на содержание пестицинов, тяжелых металлов и других вредных веществ. Предыдущие заборы были условно безопасными. По содержанию токсичных металлов там ничего не было обнаружено. Там было обнаружено морские водоросли, которые при высокой температуре воды, они начинают свистеть и разлагаться. И поэтому получается у нас, что по микробиологическим исследованиям вода была нестандартная. Окончательные результаты взятых проб будут готовы в пятницу. И тогда можно будет говорить об актуальном состоянии морской воды и предоставлять определенные рекомендации. В общем, в ближайшее время планируется взять 110 проб воды в Одессе и области. Пока же, согласно официальным данным, большой опасности вода в Черном море для отдыхающих не представляет. Однако просят временно воздержаться от употребления черноморской свежей рыбы и морепродуктов. Война с незаконным шлагбаумом на 13-й станции Большого фонтана продолжается. На прошлой неделе Приморский районный суд признал незаконными действия Одесс-Транспарка-сервиса и обязал парковщиков демонтировать шлагбаум, который препятствует свободному проезду к побережью. Но деньги как собирали, так и продолжают собирать. Команда репортера наведалась к нарушителям и впоследствии вызвала полицию. Как обстоят дела на точке сбора денег – далее в сюжете. Для одесситов есть две новости – хорошая и плохая. Первое, что Приморский районный суд признал шлагбаум на 13-й станции фонтана незаконным. Вторая новость – плохая. Его так и никто не убрал. Так называемые парковщики продолжают собирать с отдыхающих деньги, не представившись и не показав документы. Когда мы приехали, увидели вполне ожидаемую картину. Так называемые парковщики без стеснений берутся отдыхающих 50 гривен за проезд к морю. О постановлении суда мужчины знают. Говорят, уже подали апелляцию, потому могут продолжать вымогать деньги. Некоторые отдыхающие платить отказываются. 13 июня суд обязал предпринимателей пропускать всех бесплатно. Так как необходимого пакета разрешительных документов у предпринимателей нет. А шлагбаум установлен за пределами специально отведенной автостоянки. По факту парковщики берут деньги просто за проезд. И не важно, куда вы держите путь. Диалог с взимающими плату мужчинами построить не получилось. Они начали препятствовать журналистской деятельности. Отойди в сторону, пожалуйста. Я на рабочем месте стою. Приедет полиция, вы сейчас ко мне физическую силу применяете. Я на рабочем месте. Полицию мы вызвали. Парковщики не смогли предоставить необходимые документы, о существовании которых не знает даже суд. По версии предпринимателей, правоустанавливающих бумаг просто нет на месте, что тоже является нарушением. Ну тогда открываем шлагбаум и пока деньги мы не берем. Значит, вы не имеете права здесь за это брать деньги. Есть разрешение? Вот сейчас на месте. Подана апелляция. Дело находится в производстве. По словам полиции, они не могут выписывать протоколы нарушений без документов. Когда коммерсанты будут готовы их предоставить, неизвестно никому. Требования полиции пропускать отдыхающих бесплатно нагло игнорируются. Мы ничего не препятствуем. Вы начинаете препятствовать. А когда привезут, не знаете. Это есть юридическая служба, которая этим занимается. Юридическая служба. Апелляция подана в соответствии с законом. Так покажите документы. Милиция говорит, что вы не имеете права стоять. Открывайте ворота. Дядя, открывай ворота. Директор Одесс-транспорксервиса говорит, что убирать шлагбаум не будут. Его подняли наверх, чтобы лучше дисциплинировать отдыхающих. На каких основаниях, неизвестно. Шлагбаум убран не будет. Есть действительно решение такое суда. О том, что необходимо демонтировать шлагбаум, так как он якобы находится на проезжей части и мешает доступу к жильцам домов, которые находятся внизу. На это решение не вступило в законную силу. Будет подана апелляция. За весь период работы, нахождения там шлагбаума, у нас ни одной жалобы нет от представителей коммерческой инфраструктуры, которая находится внизу, от представителей собственников домов и жильцов дома. Дело в том, что несколько лет назад действительно шлагбаум находился внизу, непосредственно возле парковочных площадок. И мы наблюдали тотальное нарушение правил паркования. Автомобили парковались на этом спуске с одной и с другой стороны. Были ДТП, постоянно бытовые конфликты. Из-за этого было принято решение установки шлагбаума именно наверху. Одесситы намерены продолжить судиться. Говорят, доводов о незаконности шлагбаума у них много. Как минимум, отсутствие разрешительных документов у находчивых предпринимателей. Ведь их наличие пока никто не подтвердил. Вторая сторона, ответчик, не представила никаких документов, которые вообще позволяют им вести какую бы то ни было хозяйственную деятельность. То есть нет ни схемы. Есть какая-то схема проезда непонятная, которая к парковкам и стоянкам вообще отношения никакого. И так и не могли нам объяснить обоснование цены самой. Потому что любая цена на любой парковке, стоянке города, она должна быть экономически обоснована. То есть есть какие-то составляющие, из которых она составляет, и остается там большая или небольшая моржа. Это уже все зависит от формы собственности и от взаимоотношений с городом. По факту у нас получается, что деньги берут не за паркование, а за то, чтобы проехать по дороге к морю. Когда была оплата еще 7 гривен, это было еще терпимо. На сегодняшний день, когда сделали 50 гривен, это уже довольно ощутимо бьет, во-первых, по карману обыкновенного человека. Плюс-плюс, учитывая, что гости приезжают, я думаю, такие суммы многих будут просто отталкивать. Первый шлагбаум на 13-й станции Фонтана появился еще в 2011 году. Сначала с отдыхающих брали за проезд 7 гривен, потом цена выросла до 20, а в этом году ее подняли до 50 гривен. Судьба шлагбаума будет известна после решения апелляционного суда. Пока мы общались с парковщиками, наблюдали, как многие отдыхающие дают свои деньги, даже не задумываясь о законности такого бизнеса. И лишь единицы противостоят. Конечно же, проезжают бесплатно. Ведь не пустить их самоуверенные предприниматели не имеют права. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер. На канатной ветка дерева упала на контактную сеть. Движение трамваев было парализовано на 40 минут. Электротранспорт стоял в обе стороны. Коммунальщики оперативно ликвидировали последствия ЧП, и трамваи возобновили движение. К счастью, никто не пострадал. Там же на фонтане, в здании на Артиллерийской, в котором расположен детский сад, произошло возгорание. Это старинный дом, построенный из красного кирпича более ста лет назад. Очевидцы полагают, что горела электрощитовая. Детей вовремя эвакуировали, пострадавших нет. Мы пришли с пацанами с универа покушать. Сели на лавочках, услышали странные звуки. Мы решили поинтересоваться. Подошли, а здесь дым идет. Мы сразу звонили в пожарную. Женщина сказала, что пожарная уже вызвана. 113 лет этому дому. Проводку никто тут не делал. Было 6 президентов, и ни один президент тут ничего по технику людей не побеспокоился. Вот что я только могу сказать. И все упирается в что? Все упирается в деньги, потому что нет денег сделать ремонт этому дому электричеству. А ну, 113 лет, представьте себе. Три шва под бровью, закрытая черепно-мозговая травма и синяки. Вот радиоактивисты-медик решали языковой вопрос с кулаками. По словам медработника Анатолия Макрика, другой врач скорой помощи делал женщине с повышенным давлением кардиограмму, когда к нему за помощью обратился один из активистов. Ждать в своей очереди он якобы не хотел и позвал группу поддержки. За врача, собственно, Анатолий и вступился. Конфликт якобы развязался из-за его общения на русском языке. Они потребовали, чтобы я общался на украинском. Не знаю, или так нервы сказались, или еще что-нибудь. Я им сказал, ну, вас в баню тогда. И тут же получил удар в живот, в лицо. Больно меня схватили за руку. Значит, порвали мою форму, сломали новые очки. Вот остался синяк. Еще видите. В свою очередь, активисты уверяют, все было с точностью наоборот. Якобы медбрат потребовал говорить с ним на русском. После словесной перепалки один из активистов плеснул в медика водой. И именно последний, по версии участника конфликта Тодор Апановского, развязал драку. Кто виноват, разбираться будут уже в полиции. По факту полученных травм медработник написал заявление. Все личности конфликта установлены. Сейчас ведется следствие. Отмечу, что после публикации видео с дракой на защиту Анатолия Магреков встали сотни пользователей соцсетей. Новые многоэтажки на Глушко быть. Причин останавливать строительство в городском ГАСКе не видят. Разрешение на начало строительных работ частное предприятие МОДА получило еще в прошлом году. Сейчас же в мэрии планируют провести встречу с представителями компании и местными жителями. Прояснить ситуацию и договориться по решению проблемного вопроса с наличием детсадов. У них есть земля, соответственно, договоры аренды. Хотел бы обратить внимание, что категория земель, это очень важная категория земель, житловато, громадско, забудова. Да, мы понимаем, что есть социальный накал по данному вопросу. Я думаю, что мы увидимся с застройщиком, увидимся с жильцами и определимся по поводу детского сада. Может, они там дадут какие-то помещения. В общем, сделаем какую-то группу. В прошлую пятницу жители микрорайона Натаирова вышли на акцию протеста против строительства высотки на месте заброшенного детсада на Глушко. Люди требуют восстановить дошкольные учреждения на этой территории. По их словам, сейчас вблизи функционирует только один детский сад, но и он переполнен. Появление нового дома на 600 квартир, по мнению местных жителей, только ухудшит ситуацию. Кроме того, вызовет еще ряд дополнительных неудобств. Многострадальный пляж для людей с инвалидностью на 11-й станции Фонтана наконец начали благоустраивать. Теперь проезд в море колясочники осуществляют без препятствий. На пляже установили новый современный пандус. Сейчас подрядчик заканчивает все работы. На первом этапе производства провел работы по прокладке труб и электросетей. Вскоре планируют перейти к установке туалета и медпункта. Проинспектировала качество благоустройства Нарина Щеглова. В Англии люди с инвалидностью могут комфортно отдыхать на любом из пляжей. Они оборудованы всем необходимым. Поделился с репортером турист из Великобритании. В Одессе же у колясочников есть возможность посещать лишь пять пляжей. Лузанов, Каланжерон, Дельфин – один из пляжей в Аркадии и пляж для людей с инвалидностью на 11-й станции Фонтана, который не так давно начали приводить в порядок. В частности, установили современный тактильный пандус. Вот это воплощение моей мечты, которую я могу проверить и сравнить, допустим, с другими совершенными пандусами, которые находятся где-то в море, на каком-то курорте. Пандус выполнен из нержавеющей стали с антискользящим покрытием. Спуск в воду удобный для всех людей с ограниченными возможностями. Мы можем оставлять свои палочки и спокойненько спускаться в водичку и купаться. Это просто прекрасно. Я могу заходить свободно в воду, потому что у меня нога болит. Я, правда, держусь за поручни, опускаюсь в воду, ну и там стою. Кроме того, на пляже для людей с инвалидностью подводят воду, проводят канализацию и уже получили технические условия для проведения освещения. Сейчас заканчивают земляные работы, чтобы приступить к строительству туалета и медпункта. Уже вторых по счету на этом пляже. На этой неделе планируется завершение земляных работ. Трубы уже заведены. Трубы начинали заводиться сверху с фонтанской дороги возле бывшего кафе Белесамого моря. И уже полностью коммуникации все проведены. Подрядчик уже потратил 600 тысяч гривен. Еще почти полтора миллиона он получит в следующем месяце. Успеют ли завершить все работы до конца сезона, остается под вопросом. В то же время некоторые чиновники возмущены тем, что уже существующий медпункт не оснащен всеми необходимыми лекарствами. В туалет сходить тоже проблематично. Сам медицинский сотрудник говорит о том, что неделю назад он написал обращение с тем, чтобы ему предоставили полный перечень лекарств. К сожалению, их нет. Второй вопрос – это то, что не оборудован туалет. То есть мы понимаем, что процесс реализации проекта достаточно длительный, но при этом люди этим сезоном уже должны иметь возможность пользоваться туалетами, раздевалками, душевыми. После завершения земляных работ подрядчик перейдет к работам на песке. Там планируют установить новые теневики, специальные тренажеры и тактильные плиты. Отметим, что пляж чиновники обещали открыть еще к первому июня и тогда же взяться за реконструкцию. Но приступили к работам значительно позже. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, Телеканал, Репортер. Убрать провокационную рекламу. С таким требованием выступил народный депутат Николай Скорик на аппаратном совещании в мэрии. В оппозиционной платформе «За жизнь» по всему городу насчитали более 200 скандальных билбордов с Рабиновичем и Киевой. Партии считают их появление черным пиаром и провокацией политоппонентов. Тут 200 бордов абсолютно без никаких документов. То есть кто-то расклеивал на чьих-то рекламных пласкостях, кто-то их согласовывал. То есть наша политическая сила будет требовать в этом плане расследований. Наши юристы посмотрели, это четко подпадает под статью Криминального процессуального кодекса препятствования избирательной кампании, вмешательства в избирательную кампанию. Мэр Одессы перенаправил вопрос нардепа в профильное управление. Там заявили, что билбордов в разы меньше – порядка 40. По словам начальника управления рекламой, сейчас идет сотрудничество с правоохранителями. Без них и без решения суда что-либо предпринимать не могут. Мы занимаемся выдачей, аннулированием, продлением разрешений на рекламные носители, рекламные конструкции. Сюжет рекламы, в сюжет рекламы нам закон в Украине о рекламе вмешиваться запрещено. Для этого есть правоохранительные органы, антимонопольный комитет защиты правопотребителей. И это черный пиар или это политический пиар, нормальный пиар – это только решение может принять суд. Отмечу, что скандальные билборды разместили в ночь с четверга на пятницу, в понедельник они продолжают оставаться на местах. Правоохранители, к слову, уже дали свою оценку по данному факту. Выкликали одну из властниц вказанных билбордов. Ну и безумовно мы разумеем, кому это может быть выгодно, тому мы проверяем вказанных осіб и организовываем соответствующим чином работу для того, чтобы не допускать таких противоправных действий. Больше того, мы вернулись к властникам, для того, чтобы вказана продукция была снята. И в продолжении темы. Более 4 тысяч сотрудников полиции будут охранять общественный порядок на всех избирательных участках в Одесской области. В резерве правоохранителей еще полторы сотни спецназовцев. Уже сейчас полиция фиксирует нарушения и различные уловки политтехнологов. В нескольких округах уже появились так называемые клоны, однофамильцы кандидатов. Так, к примеру, в Киевском районе в списках кандидатов уже есть три баранских и два танцюры. Всего по области пока зарегистрированы три уголовных производства. Несмотря на высокую нагрузку, в день голосования полиции и другие экстренные службы продолжат работу в обычном режиме, уверяют в МВД. Также правоохранители просят всех граждан, которым стало известно о правонарушениях избирательного законодательства, сразу сообщать на 102. Медсестры областного центра психического здоровья Юлии Никите, которая ценой жизни спасла несколько десятков пациентов лечебницы, присвоит звание Герой Украины. С таким обращением будет ходатайствовать к президенту страны нардеп Сергей Кивалов. Соответствующее решение утвердили на заседании ученого совета Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Напомним, трагедия в больнице произошла ночью 10 июня. Погибли семь человек. Однако, если бы не самоотверженность Юлии Никиты, жертв было бы гораздо больше. На повестке дня ученого совета Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета один вопрос. Погибшая на боевом посту медсестра центра психического здоровья Юлия Никита должна быть представлена к высшей государственной награде. Инициативу президента ВУЗа народного депутата Украины Сергея Кивалова на заседании поддержали единогласно. Кроме того, поддержка обращения в администрацию президента была получена и на встречах народного депутата с трудовым коллективом медицинского дома «Одрекс», Одесского областного медицинского центра, больницы водников, а также руководителями медицинских учреждений города и области, которые состоялись ранее. Сегодня вся, не только медицинская общественность, но и все в городе нашей, в области обсуждают героический подвиг Юлии Александровны, которая в то время находилась вместе с больными и своими героическими действиями спасла десятки людей, которые практически не могли двигаться. Это седьмое отделение психической больницы. Там находились люди пожилого возраста, участники Великой Отечественной войны, участники АТО и многие другие, которые самостоятельно двигаться не могли. В коллективе Юлия Никиту охарактеризовали как высокопрофессионального работника, ответственного, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь другим. Эти качества проявились во время трагических событий, которые произошли на территории Медицинского центра психического здоровья две недели назад. Юлия Александровна, рискуя жизнью, раз за разом входила в горящее здание и помогала найти выход больным. Одна из таких попыток закончилась фатально для самой Юлии Никиты. Она погибла, исполняя свой профессиональный гражданский долг, спасая жизни других. Благодаря Сергею Васильевичу и ученому совету, который собрался в гуманитарном университете, благодаря ему произошло то, что мы, может быть, самостоятельно не могли сделать как коммунальное предприятие, как лечебное учреждение. А благодаря ученому совету, благодаря ученым мужам мы сможем обратиться и в областной совет, и к администрации президента с вопросом о присвоении посмертно нашей медицинской сестре звания Героя Украины. Я хочу поблагодарить в первую очередь Кивалова, Сергея Васильевича и весь коллектив Международного гуманитарного университета. Очень всем большое спасибо. Я думаю, что поступок маме достойен. Я хочу, чтобы знали все. Дети, внуки у нее есть. Она привыкла к родным, не знаю, она там приходила, то штаны там зашивала, то приносила еду какую-то. Они все там, я приходил когда к маме, они все там ждали ее, любили очень, ждали, когда есть смена, когда она придет по соперению. Ну, такое отношение было к ней. И она к ним точно так же относилась. На заседании ученого совета отметили, что присвоение Юлии Никите звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда посмертно будет свидетельством признания украинским государством личного героизма, который проявила медицинский работник. Мы неравнодушны ко всему происходящему. Мы выразили волю всей медицинской общественности и обращаемся сегодня к президенту Украины, чтобы он присвоил Юлии Александровне самое высокое звание, которое есть в нашей стране, звание Героя Украины. Это настоящие герои. Вот это признак мужества и героизма. И я думаю, что решение ученого совета, медицинского института Международного гуманитарного университета будет поддержано. По инициативе народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова мы выдвигаем кандидатуру Юлии Александровны на ходатайство по присвоению президентом Украины звания Героя Украины. Мы гордимся каждым днем нашими врачами, которые ценой своих усилий, своей жизни спасают жизни людей. Архитектурные достопримечательности для незрячих. Чтобы улучшить людям с инвалидностью восприятие окружающей среды города, общественниками и представителями города было решено воплотить в жизнь проект «Одесса на ощупь с закрытыми глазами» миниатюры известных достопримечательностей. Для нас стоит цель не просто говорить, а делать. И как раз вот эти миниатюры – это результат тех совместных усилий власти, общественности. Когда задумывался общественный бюджет, как раз была цель привлечь жителей нашего города, потому что имеют право голосовать только жители города. И чтобы они давали свои задумки, свои проекты. Общими усилиями удалось реализовать точные копии здания мэрии, археологического музея, английского клуба «Мечту незрячих» их увидеть. Этот проект является ярким примером того, как мечта вцеливается в жизнь. Когда человек очень хочет, чтобы она вцелилась в жизнь, и когда, окружающие ее поддерживают, то я очень благодарна всем, кто меня поддерживает. Уже наши города Украины попросили у нас эту технологию, потому что ничего подобного никто не делал. И было подтверждение еще одно очень приятное, потому что первый город европейский, который устанавливал такие скульптуры, это был Краков. И когда куратор, занимающийся этим проектом 15 лет, приехал в Одессу и увидел еще пока в закрытом режиме эти скульптуры, он сказал, что ничего подобного он тоже действительно не видел, что это очень качественный продукт. И поздравил всех нас, потому что это совершенно иная, новая технология. Важно, что этот проект будут продолжать. Планируется установка еще трех достопримечательностей, самые сложные из которых считают оперный театр. На проект было выделено 2 миллиона гривен. Одесского чемпиона мира по футболу среди юниорских сборных Ю-20 Николая Мусолитина поздравили с успехом в музее футбола на маршала Жукова. В Польше сборная Украина впервые в истории нашей страны. Завоевало золото юниорского мундиаля. В финале ребята обыграли Южную Корею 3-1. Два гола забил представитель Одесской области Владислав Супряга. Николай Мусолитин сыграл два матча в основе в групповом этапе против США и Катара. Мы чувствовали невероятно. С вами просто это не передать, когда ты понимаешь, что ты чемпион мира, что мы добились всей команды и сделали для Украины большое дело. Это просто невероятно. Николай Мусолитин – продолжатель футбольной династии. Его дедушка, также Николай, играл в дубле черноморца еще в 60-х годах. А отец Владимир играл за моряков в 90-х и провел три матча за национальную сборную Украины. На его счету один гол за желто-синих в товарищеской игре со сборной Югославии в 2002 году. Я сделал свою историю в футболе, папа делал свою историю в футболе, а Николай, я думаю, что на данный момент он сделал очень большую историю для нашей страны, не то, что даже для клуба, а для нашей страны. Хорошо, что он выходит из черноморца, от самых низов. Мы не переходили, ни в какие клубы держались только черноморца. Вы знаете, когда переходишь часто в клубы, теряется футболисты. Вот мы все с детства, все в черноморце, все дали этому клубу и видите, оно все восторжествовало. И тут же и чемпионство. Но жалко, что мы в черноморец вылетели, но ничего страшного. Поднимемся обратно. На встречу с победителем молодежного мундиаля пришли игроки детско-юношеских команд города. В музее для них провели бесплатную экскурсию. Это было очень хорошим знаком, то, что после пожара люди принесли вещи, флажки, шапочки, шарфики. Это было довольно добрым с их стороны, потому что реально ничего не осталось. Место уникальное. Я здесь впервые, вот, и с удовольствием посетил эту экскурсию. Сегодня мы здесь в гостях, я со своим сыном, вот, с его другом и с другими детьми, которые, как мне кажется, со всей страны приехали на второй поток детского лагеря, который открыт, я так понимаю, по франшизе официального клуба «Реал Мадрид». Это впервые в нашей стране такое событие. Они нас учили не играть, а больше думать. То есть важнее не игра, а лучше подумать. Как говорил наш тренер, хороший игрок будет знать, где окажется мяч в следующую секунду. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого. Продолжение следует.